В течение вот этих дней мы с вами говорили об атмане, так в общем, говорили о солнечной сущности каждого человека, о том, кто обитает в нашем сердце. И сегодня мы более подробно коснемся этой темы. Вот что меня удивляет во всей этой терминологии, так то, что все имена, связанные, так сказать, с огнепоклонничеством, и с почитанием атмана, и с почитанием солнца, они сохранились на дону. Это и Семаргл, это и Агни, это и Веста, это и атман. Мы еще говорим такое слово «атаман». Атман – это тот, кто управляет человеком изнутри. Атаман – это тот, кто управляет обществом людей изнутри. Опять же, та же самая функция, но распространенная уже на целое сообщество людей, а не отдельного человека. И вот сейчас я буду читать некоторые фразы из Упанишад, и мы будем пробовать эти фразы комментировать и осмысливать. И вот первое определение атмана, которое дают Упанишады. Атман – это тело, состоящее из познания, находящееся среди чувств. Свет внутри сердца. Оставаясь одним и тем же, он блуждает по обеим мирам. То есть, есть понятие бхутатмана и дживаатмана. И бхутатман – это тело, состоящее из плоти, а дживаатман – это тело, состоящее из познания. Понятно, да? Вот. Это некий вечный познающий субъект, который всегда пребывает в человеческом сердце. Человек умирает, а познающий субъект остается жить. Тело, вернее, умирает, а атман, как познающий субъект, он остается жить. Рождаясь и входя в тело, он соединяется со злом. Умирая, оставляет зло позади. Считается в ведической традиции, что есть мир блаженства, есть мир зла. И в ведической традиции земная жизнь, в принципе, отличается с этим мировым злом. Потому что зло здесь проявляет себя наиболее активно. Но опять же, в этом мире, в котором мы обитаем, у нас есть путь. В любом случае, путь блаженства, путь гармонии и путь зла. Путь страдания. Понимаете? И каждый из нас может выбрать. И тот, кто познает атман при жизни, он преодолевает зло этого мира. Тот, кто атман при жизни не познает, тот погружается в зло этого мира. Зло не есть плохо. Зло есть школа. Школа самопостижения. Школа выживания. Школа определенного очень важного опыта, который нам будет очень нужен и важен в любых мирах. В тонких ли, в плотных ли, не важно. Он пребывает в трех состояниях. Состояние пребывания в этом мире. Состояние пребывания в другом. И состояние сна. Промежуточное состояние. То есть есть три состояния. В котором пребывает атман. То бишь в этом мире, в мире том и сон. Сон как промежуточное состояние между миром, из которого атман приходит, и миром, в который он приходит для получения нового опыта, новых знаний. Находясь во сне, он выходит за пределы этого мира и образов смерти. В состоянии сна, он видит два первых состояния. Зло этого и блаженство другого. Собрав впечатление этого мира, он творит сны. Состояние сна, человек пребывает, он объединяет два этих состояния. Мир зла и мир блаженства. И тот опыт, который нарабатывается в этих двух мирах, который получается в этих двух мирах, в осне перерабатывается. И сны являются реакцией на тот опыт, реальный, конкретный опыт пребывания в том и другом мире, который атман получает. И атман является творством сна, снов. До сих пор ученые не могут понять переводу сна. Как сон возникает, почему он возникает. Много об этом исследовании, но никто понять не может. В общем-то, откуда он берется. Ведись, катодисы считается, что сон порождение атмана. Создание атмана. Далее. Атман – это двигатель тела. Двигатель тела. То есть тело движется, функционирует, мысли чувствуют, радуются, печалятся. Силою атман. Он двигатель тела. Когда человек умирает, в общем-то, происходит замирание тела. Тело умирает, почему? Потому что ушел двигатель. Двигатель больше не присутствует в теле, и тело обращается просто в тело, которое ничего не способно предпринять. Сознающее начало в каждом человеке. Сознавать и осознавать мир мы можем только благодаря атману. Все, что у нас есть, все наши органы внутренние, наш ум, наш мозг – это все органы. Органы – это все инструменты атмана. Осознает мир не мозг, а атман с помощью мозга. Мозг является инструментом атмана. Дальше. Атман пребывает в виде праны. Праны – это солнечная энергия. В виде праны, в виде солнечной энергии в человеческом сердце, и пребывает атман. Я уже об этом говорил. Мы – ест солнечная энергия. Мы – сгусток солнечной энергии, как шавая молния. Это и есть я. Я – сердце человека, который всем движет. Как солнце управляет вселенной нашей, нашей солнечной системой, так и атман управляет нашим телом. Солнце является двигателем солнечной системы, и атман является двигателем нашей внутренней системы. Далее. Атман – это огонь, как мировой принцип, скрыт в тайнике сердца каждого человека. Имеет основы разум, воспринимающий первопричиной всего сущего, свободен от страсти, всех вне пространства, нерожден, великий постоянен. Еще раз повторюсь. Атман – это огонь, как мировой принцип, скрыт в тайнике сердца каждого человека. Имеет основы разум, воспринимающий первопричиной всего сущего, свободен от страсти, вне пространства, нерожден, великий постоянен. В йога-шуте Патанжаре есть такое деление мира на две составляющие части. На воспринимающего и воспринимаемое. И вот Атман – воспринимающий. Все, что вне Атмана, воспринимаемое. Атман – воспринимать нельзя. Атман – сам от камера. Она смотрит, она видит меня, но она не может видеть себя. Понимаете? Поняли, да? Вот так и Атман. Он может воспринимать все, что угодно, но он не может видеть самого себя. Вот. Далее. Определение истинного Я-человека. Истинное Я-человека свободно от греха. Это очень важный момент, понимаете? В общем, смотрите. Как сказано в одной мудрой книге «Поднявшись над добрыми и злыми делами, ты понимаешь, что это всего лишь два колеса колесницы, везущие тебя к духовному просветлению. И зло, и добро – это то, что движет наше развитие. И, по большому счету, никакого греха в мире нет. С помощью, как писал Ницше в своей книге «Антихрист» по поводу христианства, он говорил так, что над человечеством совершается величайшее преступление. Идет саморастление человечества через осознание греха. А нам в свое время, с помощью христианства, внедрили в сознание вот это понятие, очень вредное, очень пагубное понятие греха. И Христос сказал в Евангелиях «До меня не было греха, я пришел и возник грех». То бишь, Он создатель греха, создатель вот этой формулы, что есть грех. А по большому счету, в общем-то, наше свободное Я, наше истинное Я, обитая в этом мире, обретая опыт изла и добра и добрых, излых деяний, получает что? Получает развитие, получает новое знание, новый опыт, получает духовный рост. Зло и добро равны, необходимы для развития человека. И поэтому любой поступок человека не является грехом, а является просто поступком, который приводит его к тем или иным последствиям. Издрение греческого языка, вот слово «грех» приводится буквально как непопадание цель. Ошибочка вышла. Возьмите еще одну стрелу и еще раз пальните, и вы попадете туда, куда надо. И грех – это, грубо говоря, поступок, который был неадекватен в ситуации. Возникла ситуация, и человек решил, что поступить нужно так, кто и поступил. И поступил неправильно. И поджал плоды кармы. Но это не есть грех, это есть ошибка, понимаете? И все. И если мы воспринимаем это как грех, возникает комплекс вины. Это очень большая дрянь, которая начинает сжирать человека, и которая является причиной многих его заболеваний. И поэтому никакого комплекса вины, одно осознание, как на кармическом целителе, что бы человек ни сделал, что бы ни от причины его заболевания. Если он осознает причину своего заболевания с помощью кармического целителя, и просит прощения у самого себя или у тех, перед кем он этот поступок совершил, с него, если он это делает искренне, с него снимается последствия его проступка. И нет таких, так сказать, проступковых грехов, которые нельзя было бы через осознание искупить. Именно через осознание, понимаете? Не через то, что там вы винитесь, в общем-то, не через то, что вы говорите, ой, какой какой уже был сволочь. Вы понимаете, вы понимаете, что вы были неправы. И тогда последствия, так сказать, любых кармических поступков снимаются. Далее, я свободна от влияния старых времен. Дело в чем? Дело в том, что тело является продукт прошлой жизни. И я вне прошлой жизни, понимаете? Оно вечно, оно неуничтожимо, оно всегда было, всегда будет. Но тело функционирует, и тело функционирует в большей или меньшей гармонии с я. И в силу того, насколько оно гармонично или негармонично с я, тело, или прекрасно у человека, или ужасно, понимаете? Или оно здоровое, или оно больное, или оно нормальное, или оно уродливое, понимаете? То бишь, тело является продуктом, так сказать, суммы выборов, которые были совершены человеком. И ежели, так сказать, тело не свободно от влияния прошлых времен, то я свободна. И я в любое время может изменить тенденции развития тела, понимаете? Вот в этом наша свобода, в этом наша, так сказать, сила. И поэтому, что бы ни происходило с нами в этой жизни, нужно четко осознавать. Это было общим достоянием всех народов земли, учения о реинкарнации, опережения души нашего я в новые тела. Вот. Впереди бесконечность. За вашей спиной было бесчисленное количество всевозможных тел, понимаете? И впереди бесчисленное количество новых тел. Вот. В этой жизни вы получили то, что получили. И нет смысла, там, обижаться на жизнь, за то, что она что-то не дала. Жизнь ничего не дает и ничего не забирает, в общем-то. Она предлагает. А мы или берем, или не берем, понимаете, да? Но берем каким образом? Возникает система выбора. И в этой системе выбора мы совершаем выбор. Совершил выбор, мы пожинаем плоды своего же выбора, понимаете? Никто не властен на человека, кроме его мышления, кроме его мировоззрения, кроме его выбора. Вот. А выбор мы совершаем каждый день в своей жизни, понимаете? Вот. Выбор агрессии или о попытке понять человека, в общем-то. И так далее. Вот. Дальше. Свободен от смерти и печали, от голода и жажды. То есть, наше я, нашего я не касается никакие муки, никакие страдания вот этого мира. И эти муки и страдания этого мира могут не касаться не только нашего я, но и нашего тела. Я уже говорил, еще раз повторюсь, чем больше гармонии пребывает наше я и наше тело, тем меньше влияние оказывает мир на наше тело. Понимаете? То есть, чем более адекватны мы в мире, тем меньше мы страдаем. Страдание есть, оно может ходить рядом, оно может проходить сбоку, но оно у вас не коснется. Как оно не касается вашего я, так оно может не коснуться и вашего тела. И в нашей власти сделает тело счастливым нашим или страдающим, понимаете? Такие дела. Далее. Атман, то есть, наше истинное я, это субъект, который продолжает существовать во всех измерениях. Это общий фактор в состоянии бодрствования, сна, со сновидениями, сна, без сновидений, смерти, возрождения и окончательного освобождения. То бишь, во всех состояниях атман всегда пребывает в теле. Далее. Смерть не дотрагивается до него. Порог не уничтожает его. Его отличительными чертами являются постоянство, непрерывность, единство, вечная активность. Это самодавляющий мир. Нет вовне ничего, что могло бы быть противопоставлено ему. Истинное я – чистый субъект и никогда не может быть объектом. То, что становится объектом, принадлежит к не-я. И очень важный момент. Как определяется атман? Атман определяется одной формулой. Не это, не это. Она вроде простая. Но вот, давайте немножко в ней разберемся. Что есть я? Я есть тело, да? Вы можете свое тело воспринимать? Можете, да? Вы его видите, вы его чувствуете. Если вы воспринимаете тело, не это. Значит, не атман. Поняли, да? Я есть разум. Но разум вы тоже можете воспринимать. Вы можете на него смотреть. Вы можете наблюдать процесс мышления. Значит, разум не атман. И так далее, и так далее. Не это, не это, не это. И когда вы в процессе самоисследования приходите к некой точке, которую вы не можете в себе наблюдать, но ощущаете то, что она наблюдает. Поняли? Вот это и есть я. Вот это и есть атман. И путь постижения атмана, это путь развлечения воспринимающего и воспринимаемого. Все, что способно быть воспринятым нашим я, не есть я. Поняли? То, что не способно, невозможно воспринять нашим я, то и есть я. И вот, смотрите. Идем дальше. Человек видит величие атмана благодаря умиротворенности чувств. Условием увидеть свое истинное я, это общее, духовное, душевное, эмоциональное умиротворение. Только в состоянии глубокого внутреннего покоя и штиля мы можем увидеть свет внутри своего сердца. И вот как луна и море. И если море гладкое, мы можем увидеть отражение луны в море. Если на море ябь, мы ничего не можем увидеть, кроме этой реальности, кроме какого-то сверкающего, блестящего, волнующегося, какого-то светящего объекта. Но этот объект не виден полностью. Так вот, для того, чтобы увидеть свое истинное я, нужно достигнуть полного, внутреннего, глубокого умиротворения. Далее. Этот атман не постигается ни толкованием, ни рассудком, ни тщательным изучением. Кого избирает этот атман, тем он и постигается. Тому этот атман открывает свою природу. То бишь, мало вашего желания, вашего личностного желания постичь атман. Вы еще должны быть избраны вашей сущностью. То бишь, вот это разделение. Есть я духовное и я физическое, понимаете? И я духовное, то бишь истинное я, может позволить телу постичь себя, понимаете? Может избрать тело для самопостижения, а может и не избрать, понимаете? И атман решает, открыться перед физическим я или не открыться, понимаете? Вот, вот очень интересный такой момент, в общем-то. И далее. Не отступающий от дурного поведения, беспокойный, несобранный, метущийся разум, а поистине не достигнет его даже с помощью познания. Опять же, о чем мы говорим, в общем-то, так сказать. Необходима очень глубокая внутренняя перестройка. Нужно выстроить три плана. Физический план, то бишь, здоровье, так сказать. Эмоциональный план, равновесие внутреннее, ментальный план. Только тогда, только тогда что-то возможно в себе рассмотреть. Иначе, как бы мы в себя не всматривались, мы будем видеть только рябь. Рябь, 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 которые будут возникать на нашем эмоциональном теле, нашем физическом теле, на нашем ментальном теле. Мы, думая, что мы видим что-то своим всевидящим оком, третьим глазом, будем видеть только свое внутреннее беспокойство. Только некие внутренние образы, которые будут нам говорить о том, что в нас что-то нестабильно. Понимаете? Вот. Далее. Существует два атмана. Индивидуальный и универсальный. То бишь, есть джива-атман, индивидуальная душа, и пара-атман, вселенский дух. Так вот, путь постижения универсального атмана, универсального я, лежит через постижение индивидуального я. Невозможно постигнуть Бога вовне, не постигнув Бога в себе. Понимаете? Даже в христианстве есть такие экстремальные, с точки зрения христианства, учения, когда приходит, например, человек и говорит, я там не верю в Бога, в Бога, и ему поп говорит, ищите Бога в себе. Только никому не говорите, меня за это и в церкви выгонят. Ищите Бога в своем сердце, понимаете? Там тоже есть мудрые люди, которые понимают, что Бог, он везде. И в сердце человека он пребывает в первую очередь, в общем-то. Было такое движение в христианстве, катары, которые были уничтожены в Варфоломейскую ночь, в общем-то. Потом их в течение столета уничтожали. И жили на кострах, убивали. Причем сказать, там есть одна такая жуткая история. Когда подошли к городу одному, где были катары, их было все 10%. Остальные были католики. И спросили у епископа, а как отличить правоверного католика от еретика? Поп сказал, епископ, убивайте всех, Господь своих признает. И убили всех в городе. И из них 90% были католики, остальные были гугеноты, катары. И никто их не пожалел, понимаете? Попор, что получается. Так вот, у катара была как, они считали как, что есть я, есть Христос. Последники не нужны. От сердца к сердцу, понимаете? От Бога в сердце, к Богу вне сердца, понимаете? Вот такой у них был путь. За это всех уничтожили. Так вот, для того, чтобы постичь Бога, вовне необходимо, в первую очередь, постичь Бога в себе. А когда вы постигаете Бога в себе, вы понимаете идентичность Бога в себе и Бога вовне. Это одно и то же. Но певает в разных состояниях, в разных фазах. Но несет себе одну и ту же силу и одну и ту же сущность. Далее, Атман – мозг, служащий для перехода в блаженное состояние. Кем Брахман не понят, тем понят. Кем понят, тот не знает его. Он не распознается распознавшим, распознан нераспознавшим. Он понят, когда познан благодаря пробуждению. Вот такая очень хитрая фраза, еще раз ее повторю. Кем Брахман не понят, тем понят. Кем понят, тот не знает его. Он не распознан распознающим, он не распознан распознавшим, распознан нераспознавшим. Он понят, когда познан благодаря пробуждению. О чем эта фраза? О том, что познание Атмана лежит вне самой процедуры познания, как мы это обычно делаем. Мы познаем природу, мы познаем мир. Есть несколько умов в человеке. Есть так называемый, кроме рационального, кроме логического ума, есть так называемый озаряющий ум. И знание Атмана приходит человеку не как результат каких-то умственных построений, как какого-то логического анализа, а как озарение. Так как Атман есть в целое, его нельзя понимать по частям, понимаете? Его можно понимать как целое, только как целое. И когда происходит состояние озарения, тогда происходит пробуждение человеческой души. И тогда приходит понимание и познание Атмана. Но это познание, опять же, невразимо в словах. Понимаете? Заколдованный круг получается. Его нельзя никому передать. Его можно получить индивидуально, но передать ему никому нельзя. Можно только помочь методами. И все. То есть, если вы пережили чувство любви, как вы можете рассказать человеку, которого никогда не любил, что такое любовь? Вы не сможете этого сделать, понимаете? И вот здесь то же самое. Любовь это как озарение какое-то. Она пришла, и вы знаете, что это такое. Вы не можете объяснить, вы не можете рассказать. Вы живете, и вы знаете, что такое любовь. Хотя слов для выражения любви нет. Так и Атман. Атман. Далее. Кто знает, Атман тому боги приносят приношение. Считается, как? Что есть три этапа духовного становления человека. Первый этап – это вера в бога. И тогда необходимо жертвопоношение и всевозможные ритуалы. Второй этап – познание бога, богов. И тогда отпадает потребность жертвопоношения. И третий этап – познание Атмана. И когда человек познает Атмана в себе, он поднимается над богами. И тогда боги жертвуют ему. Вот этот путь описан в Упанишадах. Это и есть ведизм. Человек в нашей традиции ведической способен пройти путь от человека к богу, от бога к более чем богу. Понимаете? Он может подняться над богом. И поэтому сказано в Упанишадах, что он, творец мира, создал богов, превосходящим его самого. Этого нигде не сказано, кроме аквидизма. В любой другой религии бог всегда нечто абсолютно превосходящее человека. Далее. Не будучи сущностью своего Атмана, он словно наделенный светильником и видит сущность бога. То есть, с помощью Атмана, только с помощью Атмана, как с помощью светильника можно увидеть и познать бога. Вот такое, как бы, общее описание, общее значение, которое придается еврейской традиции, познанию, так сказать, истинной сущности человека. Его истинного Я. И вот вопрос следующий. Что дает знание Атмана? Кто знает внутреннего проявителя, тот знает все. Понимаете, в общем-то, наш разум в настоящее время занимается чем? Изучением частностей, не изучением целого. Как-то еще давно, когда я был большим книголюбом и много читал, много покупал книг, я зашел в книжный магазин, а книжный был такой большой, там были потолки где-то, ну, в четыре моих роста. И под, по всем этим стенам были полки. Эти полки были заставлены книгами. Громадный магазин. Я так встал, встал, думаю, господи, сколько же болтать-то можно, понимаете? Пишем, 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 толку нету, понимаете? И что получается, в общем-то? Есть целое. А целое состоит из неисчислимого количества частностей. И современный разум, современного ученого, современного человека обращен на изучение частностей, а не целого, понимаете? Происходит научное дробление научной картины мира, понимаете? Потом, раздробив все это, они пытаются собрать целое. Вот, оно не получается, потому что для того, чтобы все это собрать в целое, нужно изучить все это неисчислимое количество частностей, что абсолютно невозможно, понимаете? Вот, и здесь есть способ целостного восприятия объекта, есть способ детализации познания. И вот способ детализации приводит к тому, что человек вроде бы очень много знает, и то знает, и все знает, а оно при этом не знает целого, а если он не знает целого, он не знает ничего. Понимаете? И вот именно познание атмана позволяет человеку стать всеведающим. Любое другое познание, оно заводит его в такие гибрии, из которых он не может выйти. Есть боги правого крыла, есть боги левого крыла. Боги правого крыла владеют истинным знанием, пытаются человека подтолкнуть к истинному знанию. Боги левого крыла создают огромное количество ложных знаний. Вот как вот делается в религиях. Вот было христианство одно, да? Единое, да? Потом началось католицизм, кальвинизм, протестанцизм, православие. Потом внутри всего этого стало дробиться, дробиться. И что происходит? Происходит дробление знаний. И в этом дроблении, в общем-то, людей просто запутывают. Возникает гигантский лабиринт религиозного познания, гигантский лабиринт научного познания, в которое, если ты заходишь, выйти из которого практически невозможно. Потому что там столько ответвлений, столько путаницы, что понять действительно ни себя, ни мир, вот с этой точки зрения, вообще невозможно. И поэтому наш мир, он все более и более погружается в невежество, питая себя иллюзией, что он идет по пути просвещения, по пути прогресса, по пути познания и так далее. Вот далее. Страх возникает из незнания, познавший высшее существо, атман, в котором все едино, свободен от страха. Как возникает страх? Страх возникает, когда я и мир нечто разное. Когда Бог родился, сказано в Панишадах, сначала он боялся, а потом подумал, что я боюсь, я же один. Ведь страх происходит от второго, и перестал бояться. Вот эта мысль, она гениальна. Нет ничего, кроме меня, понимаете? Все есть я. Я едино во всем, понимаете? И если сказать, все есть я, то бояться-то нечего, понимаете? И когда, мы с вами говорили, вчера пробовали медитировать, вы ощутили свое я, а вот потом вы направились к эти луч из своего я, к я другому, и почувствовали его идентичность, почувствовали, что там одно и то же, что здесь одно, что там одно. Если везде одно, то бояться нечего, понимаете? И страх – это состояние животного, сознания. Животные, они чувствуют себя отдельным в этом мире, и поэтому они чувствуют страх. Человек, познавший единство мира, человек, познавший атмана, он преодолевает страх, потому что он понимает, что везде одно, и бояться нечего. Далее. Познавший атмана поднимается над стремлениями. Есть такое понятие – видья и овидья. Овидья – это ложное знание, видья – это истинное знание. И одним из признаков овидья является стремление, например, быть лучшим. Стремление быть первым. Стремление быть самым богатым, самым сильным, владеющим самой большой властью и так далее. Понимаете? Вот. Все эти стремления, они абсолютно абсурдны. И они уходят из разума человека, из его желаний, как только он понимает одну простую вещь. Но все мы – дети Бога. Все мы – дети Солнца. В каждом из нас живет солнечный свет. И этот солнечный свет в моем сердце равен твоему сердцу в твоем сердце. И так далее, и так далее, и так далее. Если все всему равно, нет необходимости саревноваться. Вот в йоге, например, как в системе, вообще нет такого явления, как стремление стать лучшим йогом. Понимаете? Если йог стремится стать лучшим йогом, то тогда он уже не йог. Потому что йога – это система внутренней гармонизации. И цель одна – достигнуть все большего и большего равновесия с миром. Ежели, сказать, христианское, и не только христианское, и иудаистское, и мусульманские идеологии, они видят счастье человека в будущем, в раю и так далее, то язычник, ведающий, он стремился к чему? Понимая, что мир бесконечен, и что время вечно. В бесконечном и вечном мире к чему может стремиться? Только к настоящему. Понимаете? Если мир конечен, есть мысль куда-то бежать, успеть добежать. Если он бесконечен, то куда бежать? И тогда и стремление к будущему счастью человек выпадает и входит в состояние стремления к счастью в настоящем. И задача язычника, задача ведиста во все времена была одна – гармонизация настоящего. Чем лучше прожит настоящий день, тем ближе вы к истине. Понимаете? Если вы живете с мыслью, что вот потом когда-нибудь будет блаженство, будь счастье, то вы не живете. Понимаете? Вот. Блаженство, оно есть всегда. Всегда есть радость. Всегда есть возможность духовной жизни, насколько это возможно в данный момент времени. И всевозможные стремления, они уводят человека от самого себя и от этой внутренней гармонии. Потому что когда мы стремимся к чему-то, мы не знаем покоя, пока не достигаем того, к чему стремимся. Когда мы достигли того, к чему мы стремились, оно уже нас не удовлетворяет. Нам уже этого мало. Понимаете? Мы уже опять хотим к чему-то стремиться. И получается, что вся жизнь проявляет, протекает в каком-то состоянии глубокой неудовлетворенности. Мамп нам постоянно всего мало. Понимаете? Вот. Ежели сказать, мы познаем атман и познаем его вечность, его постоянность, в общем-то, то тогда выпадает, уходит потребность что-то кому-то доказывать. Понимаете? Есть и я, есть моя жизнь, в общем-то, есть мой путь, есть мой опыт. И я в этом живу, ни с кем не сравниваясь, не пытаясь ни с кем доминировать. Поэтому и писал Рожжинеш, в общем, что нужно, что причина страдания это сравнение. Понимаете? Мы все время себя с кем-то сравним и думаем, у того больше, у того лучше, у того красивее. Понимаете? Не понимая одну простую вещь, что в каждый момент времени мы совершенны, исходя из тех целей, которые перед нами поставлены нашей кармой. Поняли? Мы все совершенны. Поняли? Исходя из тех целей, которые перед нами стоят. Горбун совершенен. Поняли? Исходя из тех целей, которые перед ним стоят. Ему дано это тело для достижения его целей. И он не должен стремиться и следить со своего уродства. Понимаете? Он такой. И я видел людей, которые, сказать, будущее уродом и карликами, были абсолютно счастливы. Потому что они смогли в этом состоянии, в состоянии уродства, достигнутой негармонии. Я, как вспоминаю, одного человечка у него нет роста. Он... Какие-то руки какие-то непонятные такие. Ну, голова нормальная такая. Хорошая голова такая. Классическая. А тело жуткое просто. Ну, маленькое такое, уродливое. Перебегается по квартире на самокате. Лицо светится. Лицо светится счастьем. Понимаете? В общем-то... Жена сидит вдвое, выше его ростом. Вы понимаете, он мужчина. Этими ручками, этими воде, он все может. Он просился, даже пристали не в тюрьму. Знаешь, в тюрьме много мастеровых, что у них можно чему-то научиться. Живя вот в этом жутком теле, он использовал по максимуму. И будучи уродом, он стал просветленной сущностью. Он стоит, разговаривает, в общем-то, лицо светится, радостью счастья, миссирует твою мать. Руки есть, ноги есть, все на месте. Ходим ноем, 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 ноем. Понимаете? Не важно, какой вы. Внешне важно, какой вы изнутри. Понимаете? Не важно, чего вы достигли в жизни. Важно одно, насколько вы удовлетворены тем, чего достигли. Понимаете? Вот. Можно иметь много и приводить в глубокой неутравленности. Можно иметь мало и быть счастливым человеком. Самое главное, чего мы должны достигнуть в этой жизни, это равновесие с окружающим. Вот к этому истемился всегда язычник. Поэтому, там берем даже вот Аргентину, там много нефти и много алмазов. Алмазы не разрабатываются, много золота. Лежит, да и лежит. Оно им не нужно, понимаете? В общем, лежит, да и лежит. Они больше забочат, над ним природа, понимаете? И язычник понимал, что от этого мира ему долго кормиться. Понимаете? От того, насколько он бережно будет ему относиться, насколько он будет с ним в гармонии, насколько он долго в этом мире просуществует. Сейчас же, это цивилизация, когда мы живем, для того, чтобы просуществовать в этом ритме, когда мы сейчас живем в тысячу лет. Только миллиарду человек хватит ресурсов на земле. Для такой жизни, каком еще живем, понимаете? То есть, идет такое разграбление тотальное, такое нарушение равновесия. Во имя, непонятно вообще чего, понимаете? Во имя, какие-то сверхприбыли, какой-то сверхвласти непонятно. Зачем она вообще непонятно. Но люди так уже живут. Так вот, почему они живут? Потому что они живут телом. Они не живут своей сущностью. Познавший свою сущность, познавший свое я, он поднимается на стемление ями. Вот. Вся его жизнь направлена на гармонизацию настоящего. Это и есть главное духовное составляющее вегизма. Гармонизация настоящего. Такие дела. Ангумилева, интересно, сказал, все время меня это мыс поразило, и я ее не понял. А потом понял. И он сказал, так, что те дикие народы, которые сейчас считаются дикими, они когда-то были носителями высоких цивилизаций. Но вошли в равновесие с ландшафтом. Вы поняли? Мы вышли из равновесия с ландшафтом. И мы его пожираем, мы его уничтожаем, понимаете? Рано или поздно ландшафт са насчет это равновесие восстанавливать путем чего? Путем нашего уничтожения. Цивилизации были, они гибли, потому что она нарушала равновесие. Чем оно нарушалось? Именно стремлениями человеческими, стремлениями к власти, стремлениями к доминированию, стремлением к сверхприбылям и так далее. Далее, вот интересный момент очень важный. Превосходство в дыхании. Дыхание, познающий отман. Знающий это идет туда, где боги. Кто знает это, тот становится таким же бессмертным, как бессмертные боги. Еще повторю. Превосходство в дыхании. Дыхание, познающий отман. Знающий это идет туда, где боги. Кто знает это, тот становится таким же бессмертным, как бессмертные боги. В воздухе разлита прана. Прана, и это есть отман. и отман чисто физически он пребывает в нашем теле в виде праны. Вот мы с вами делали в чай-медитацию, когда мы вдыхали прану и поставили в сердце, и уголечек разжигался в сердце. Он начал светиться от этой энергии. Вот. И превосходство в дыхании. Именно меня себя поражало в упанишадах, в йоге, какое оно, они внимание уделяют именно дыханию, вот именно технологии дыхания. И много лет потребовало для того, чтобы понять, насколько это значимо. Мы дышим, не замечая, да? Ну, дышим, да и дышим, понимаете? Но ведь основа жизни это что? Основа жизни это дыхание. Мы можем жить без воды, мы можем жить без еды, понимаете? Ну, без дыхания это мы не можем, понимаете? Вот. И пищей богов считается тоже дыхание, тоже воздух. Это их основа. Дальше. И сказано так, что пока Индра не распознал своего атмана, до тех пор Асуры, превосходили его. Кто постигнет атман, тот не погибнет. То есть, понимаете, вот есть, кто постигнет атман, тот не погибнет. Есть такой момент в массе Мальгарите, когда Воланд говорит Берлезу, каждому воздается поверье его. Ты верил в небытие и ты уходишь в небытие. Понимаете? Вот. Вера в атмана, познание атмана делает человека бессмертным. Вера в то, что я только тело, делает человека смертным. Понимаете? Но в большинстве все мы процентом на 90, мы ощущаем себя, а то и больше, только как тело. Понимаете? Но не как дух. Вот. Иногда мы задумываемся, что должно быть что-то больше, чем тело. Должно быть что-то, что остается после смерти. Мы где-то задумываемся, почувствуем на мгновение и опять живем телом, телом, телом. Мы физические существа, мы не духовные существа. Мы живем физическими потребностями. Понимаете? Вот. И основа всех мудресов древности, именно в винийской традиции, это была одна, это постижение истинного в человеке, то бишь того, что всегда остается с ним. То бишь атмана. Понимаете? И постигший атмана никогда не умирает. Постигший тело, он смертен. Ты верил в небытие и ты уходишь в небытие. Смерть существует. Все смертно. Понимаете? Вот. И смерть или бессмертие определяется выбором мышления, выбором мировоззрения. Дальше. Что теряет незнающий атмана? Лишь атман следует почитать, как мир. Если кто-нибудь покидает этот мир, не видя собственного мира, то мир тот, подобно непрочитанной виде или несделанному деянию, не приносит ему пользы. Если даже незнающий этого делает великое дело, то оно гибнет под конец. Кто почитает лишь атмана, как мир, деяние того не гибнет. И еще раз почитаю. Это очень важный момент. Лишь атман следует почитать, как мир. Если кто-нибудь покидает этот мир, не видя собственного мира, атмана, то мир тот, подобно непрочитанной виде или несделанному деянию, не приносит ему пользы. И если даже незнающий этого делать великое дело, то оно погибает под конец. Кто почитает лишь атмана, как мир, деяние того не гибнет. то есть можно достигнуть на этой земле любого всезнания, любого всемогущества, любой силы. И все это не упрок, если человек не познал Бога в сердце. Понимаете? Все это не приносит никакой пользы. Не познавший свое истинное я, он не познал ничего. Сколько бы он не знал, какими бы знаниями он не владел, он ничего не знает. Потому что, сказать, все то знание, которое он владеет, оно, скажем так, лишено целостности. Это просто кусочки единого целого. Целого он не знает. И далее. Проявленные имена его дела. Кто почитает лишь то или иное из них, не обладает знанием, ибо в том или ином он не полон. Пусть почитает его, как отмана, ибо здесь все его дела становятся одним. И еще раз. Проявленные проявленные имена его дел. Кто почитает лишь то или иное из них, не обладает знанием, ибо в том или ином он не полон. Пусть почитает его, как отман, ибо здесь все дела становятся одним. То бишь проявленное, все, что есть в мире, все существующее, это имена дел, атмана Из атмана возникает все И ничто из проявленного не равно атману, понимаете? И кто почитает какие-то его проявления, вот есть много богов, да? Вы почитаете какого-то бога Но этот бог является проявлением того же атмана, понимаете? Вот есть единое целое Из единого целого вышли боги, риши, демоны, люди, животные Все оттуда вышло, все абсолютно вышло Если вы почитаете одно из его проявлений, даже очень высокие проявления То это не делает нас по-настоящему знающими По-настоящему знающими нас делает только одно Постижение бога в своем сердце Вот, и далее Как постигается атман? Атман постигается изучением вет, жертвоприношением, даянием, подвижничеством, постом То есть то, что мы делаем, так сказать, на ритуале Ритуалы жертвоприношения, ритуалы Подпочитания богов Все это способствует Медленному вхождению, осознанию Того, чем я являюсь на самом деле Потому что в процессе ритуала, так сказать, мы начинаем получать определенный опыт Если в процессе ритуала, вот, вчера мы делали ритуал И многие увидели, что происходило Увидели, как развержить хляби земные, как была поглощена жертва, в общем-то Люди видели, это непосредственный опыт, понимаете? И они описывались одно и то же, и все видели, понимаете? Это не был какой-то глюк у одного, один, другого, глюк у другое Они все видели приблизительно одно и то же И вот ритуал Просто земля, просто лежит жертва Идет ритуал И происходит некое действие энергетическое Его видят и понимают, что жизнь не только материя, понимаете? Значит, в ней еще что-то есть И получается определенное состояние, определенный опыт Новый опыт, новое ощущение жизни, мира Вот, и тогда уже и меняется отношение и к себе Ты начнешь с самого себя, Господи, по-другому, понимаете? Итак, шаг за шагом Ритуалы религиозные, ритуалы жертвопоношения Они необходимы для того, чтобы человек постепенно входил в осознание тонкого мира И это позволило бы им, в конце концов, изменить представление о самом себе И познать в себе Бога Потому что, если принцип «все подобно всему», Внешне подобному внутреннему, внутренне подобному внешнему Все процессы, происходящие во мне, происходят и во мне тоже И тогда, если сказать, что все есть Бог, то и я есть Бог, понимаете? Поняли, да? Цепочка размышлений, цепочка какого-то конкретного оккультного опыта Она постепенно приводит человека к осознанию Более глубокому, более глубокому пониманию и себя, и мира, и свое место в этом мире Далее Также, так сказать, атман постигается йогой и санхей Санхей – это философия определенная, в общем-то Санхей йога еще называют, в общем-то, и йога Для того, чтобы постигнуть атман, необходима регулярная практика Практика жертвопоношения, практика ритуального служения Практика йоговской практики и так далее То есть, это постоянная, медленная работа Работа по выстройке внутреннего мира человека Когда происходит вот то самое глубокое умиротворение С помощью йоги, с помощью ритуалов И с помощью многих других вещей Тогда вдруг в какой-то момент происходит озарение Происходит пробуждение И человек вдруг видит то, что было открыто от его глаз И единожды увидев свою истинную сущность Он преображается навсегда С этого момента он уже не человек, он уже Бог Он уже выше Бога Потому что вопрос был в упанишадах Что такое знал Бог, благодаря чему он стал Богом А Бог понял, что он Бог И дальше такая фраза Кто из людей понял это, то стал таким же Познавший в себе Бога, становится Богом Это и есть путь Но познание Бога не осуществляется Познание Бога в себе Не осуществляется логическим знанием Понимаете? Каким-то рациональным знанием Это нечто иррациональное Это надрациональное В общем-то И для этого необходим именно оккультный опыт Опыт ритуального служения Опыт йоговских практик Тогда сущность человеческая открывается перед человеком И тогда он понимает, кто он на самом деле Самые простые вопросы Самые сложные Кто я? Откуда я? Зачем я сюда пришел? Куда я сюда уйду? Вот самые простые вопросы Кто я? Откуда я сюда пришел? Зачем я сюда пришел? И куда я отсюда уйду? Понимаете? Вот четыре вопроса Их всего четыре И если вы отвечаете на этот вопрос Вы отвечаете на все На эти вопросы отвечаете Отвечаете на все Я отман Я пришел для постижения Мира И так далее Понятно, да? Вот То есть Осознание себя отманом В общем-то Осознание И даже не сознание В общем-то Мы можем думать о себе Я есть отман Но пока мы его не увидим В себе Поняли? Пока мы не ощутим его по-настоящему Пока мы не вступим с ним контакт Это будет чисто умозрительным знанием Вот написано, что есть отман Но мы об этом знаем Только непосредственное переживание Непосредственного опыта Общения Единения С нашей внутренней сущностью Нас преображает И преображает полностью нашу жизнь До того Мы с кем-то будем все время бороться До того Мы будем доказывать Что кто-то в чем-то все время неправ До того Мы будем все время искать врага И сколачивать вокруг себя единомышленников И идти войной На кого-нибудь Понимаете? И Если уж человек внутренне Нашен деструктивно То он всегда Он в лучшем друге Врага Рано или поздно увидит Понимаете? И разругается их с ним К чертовой матери Как Иван Иванович Пошелся с Иваном Никитировичем Помните? Гоголя Три лет дружили Поругались там из-за ружья И потом три лет судились Понимаете? Вот Это опять же В общем-то Любая агрессия Любой поиск виноватых Любая 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 Оппозиция Это всегда признак Глубокого Невежества И глубокой Внутренней Разъединенности Самим собой Врага ищет тело Дух Врага не ищет Дух везде видит друга Потому что кроме друга ничего нет Потому что везде есть я И вот постигший это По-настоящему постигший То, что мы говорим И где-то мы чувствуем И понимаем Что так оно и есть Это одно Но я же говорю В общем-то Знание Знание Настоящее Это пережитое знание Только когда оно передо Настоящему Оно становится Как бы Средством К Действию Оно начает Направлять наше действие Нашу жизнь В этом мире Вот И Когда Это знание Приходит Человек становится С одной стороны Неуязвим С другой стороны Он ни с кем Не борется Как сказал Клинтон По поводу Америки И теперь настало время Когда мы должны подумать О выполнении Следующей задачи Свобода нападения И свобода от нападения Поняли, да? Вот Это признак Глубоко пораженного ума Понимаете? Глубоко извращенного ума Привязываю Колю К дереву И по мусалам По мусалам Свобода нападения Свобода нападения Это такой себе Убогая точка Обсезрения Это такое Убогое желание Бить связанного врага Понимаете? Это такой себе Не по-мужски Понимаете? Вот о чем они мечтают Это признак Уже ну крайней Духовной Деградации Этого племени А настоящий человек Он ни с кем Никогда не будет бороться И при этом Он не будет Будет неаборим Понимаете? Вот к этому Нужно стемиться Вот это и есть путь Вот это Сделает нас счастливыми Некая победа Не сделает нас счастливыми Потому что за победой Будет новая битва А за новую битву Возможно новое поражение Понимаете? Только тот, кто не боится Той счастливый Вот это по поводу атмана Именно это состояние Дает нам Знание атмана И чем глубже Мы погружаемся Вот это знание Тем Больше равновесия Приходит в нашу жизнь И вот По поводу Опять же Нашего русского племени Рыбаков писал Что Объектом почитания Русских славян Был свет Не имеющий Видимого источника Не солнца даже Не даже там звезды А именно Цвет Не имеющий Видимого источника А у панишантов Такой есть вопрос А когда Погибнет Когда погаснет солнце Когда погаснут звезды Когда погаснет луна Что будет светить человеку? Ответ Свет его атмана Поняли? Это свет Который есть И которого нет Который светит Но нет видимого источника Понимаете? И то, что мы много говорили Все эти Абатмане Это не значит, что мы говорили О некой чужой традиции Которая сейчас существует в Индии Это наша общая традиция Есть слова, подтверждающие То, что здесь это все было И у ведистов Индии И у русских жрецов Главным объектом поклонения Был свет Не имеющий видимого источника Свет атмана Свет истинного я человека И вот к этому Нужно стремиться Потому что именно Познавший свое истинное я Достигает гармонии с миром Достигает полного равновесия И тогда Страдания и борьба Уходят Потому что у них нет Некой необходимости Бороться не с кем Потому что везде есть Великое и неделимое я Вот Засим Я завершаю сегодняшнюю лекцию Вот И возможно У вас Есть какие-то вопросы И возможно У меня хватит ума на них ответить В Индии до сих пор Людей хранят в огне И мы хранили в огне То бишь считается как Что когда человека На косте Не в печи Там Крематория А на косте Огонь очищает Душу человека Перед тем Как она попадает на солнце И через огонь идет канал на солнце И душа попадает в мир света А мы же были солнцепоклонники И мы хранили людей своих Отправляли в мир света Вернее хранили Отправляли души В мир света Когда мы приняли христианство А христианство это религия тьмы Мы стали направлять Душу в тьму Понимаете И Есть такой момент Очень важный У панишадок А у библии там Как сказано Избегайте знания Знание мешает здоровью души А у панишадок сказано А в слепую тьму Вступают те Кто чтут незнание Вы поняли? Чтущее незнание Вступает в тьму Он попадает в мир тьмы И А здесь Выбор Он простой Как три копейки Или мы С миром света Или мы С миром тьмы А все ритуалы Проводимые у язычников Проводятся Всехождение Вокруг кастра Это по часовой стилке Это по салон Движение на созидание В христианстве Вводят вокруг церкви Против часовой стилке Ну Замечали, да? А в исламе Вокруг кааба Против часовой стилке Понимаете? Мы Или с миром С силами созидания Или силами разрушения Христианство мечтает О конце света Значит Мы силами Которых хотят Богасить солнце Понимаете? Ну Те, кто христиане И Захоронение Вот именно В огне В огне Оно делает Ну поняли Да Оно направит душу в свет И тогда он оттуда Муд прийти Опять в этот мир Да, да А в нашем Современном Убанитическом обществе Как разжечь костер Например И сделать этот Правильный ритуал С которым В принципе Мы согласны Ну Если есть те желания Можем провести Сегодня Не откладывай Не откладывай А? Наши космонавты То есть Имеет смысл Этого Крематория В принципе Понимаете Есть как бы Два способа У нас как бы Есть ритуалы Когда мы делаем Жертвопоношение И ритуал на духовном огне Когда вызывается Сказать марш-славист В общем-то Ну и Бескострам Можно направить Жертву богам Вот И так же Бескострам Можно скопировести Ритуал На телом Усопшего В общем-то В принципе Это не будет Нарушением Законодательства В общем-то Понимаете Как это Вот Есть книга Тебе Как книга Мертвых Да Мудрые люди были И Душа человека После смерти 40 дней Она находится Вот здесь С нами И причем Когда отец умер Там было много Эффектов Очень интересных Моя сестра Очень сильно переживала Моя Средняя сестра Как-то Она стоит на остановке Плачет Отошла подальше От людей Чтобы Не привлекать Всего внимания Вдруг сзади Шаги Чоп-чоп-чоп-чоп И по спине Кто-то полагает Она ходила Да пошел ты А там никого нет Вот На девятый день Людка Моя старшая сестра Была дома Когда он приехал К нам на похороны А считается Скажет, что на девятый день Если покойнике все понравится Он постучит в дверь Там По дереву постучит Что называется И вот Людка не спала И ночью сказать Так Тук-тук-тук-тук А она Когда пошла к могиле Упала на могилу И колено забила И спала Ногу Колено высунуло С под одеяло Так, чтобы прохладно было Чтобы меньше болело Ну не спала А так лежала И вот Тук-тук-тук-тук Потом чумок-чумок-чумок Батька ходил Так чморгал сюда В общем И ладонь Легла и на колено Она испугалась Вообще А дергалась Но боль прошла Сразу же Понимаете Потом был забавный момент Когда у всех был Нервоз Поминки Я решил так У меня немножко Другое отношение К смерти В общем-то Я попытался Немножко Всех успокоить Чтобы все Поменьше дергались В общем-то И даже решил Немножко Так Пошутить Повеселить Пошло такой удар кулаком Посуда подскочила Батьке не понравилось Что-то мне там Веселю понимать На похоронах Как дал кулаком И подпрыгнуло 40 дней И они не знают Куда им идти Вот если я занимаюсь йогой Если я буду нормально Заниматься Духовной практикой В общем Пошли смерти Я знаю куда идти Понимаете Я могу найти путь То есть Продвинутые сущности Могут найти путь сами А обычным людям Нужно помочь Найти дорогу Куда Вот туда В тонкий мир Я вот здесь В этих местах Десятки тысяч душ Обнаружил Неупокоенных Потому что Не было ни христианского Обряда Никого Понимаете И так они видели Что я и вижу Они пока не выходили И просили Помоги Мы тут делали ритуалы Упокоения Чтобы их отправить Куда надо Так вот В тевецкой книге Мертвых Лама Стоит Говорит Душе покойника Сейчас ты видишь Что-то и то-то Туда не ходи Сюда ходи Смотрит Не пошел Душа Она сама там Решает идти не идти На второй день А сейчас ты видишь Что-то и то-то Туда не ходи Сюда ходи 40 дней Он ведет душу Если душа Человек не находит путь Взбивается с пути Тогда бракман Жизнь ищет Хорошее чрево Женщины Чтобы он смог Снова родиться В хорошей семье Чтобы пройти Поняли? Ну Ну тупые Понимаете Ну тупые Карл Густа Бьюнг Он обязан Тибетской книге Мертвых Самыми главными Своими психологическими Озарениями Тибетская книга Мертвых Была у него Настольная книга Он ее перевел Он ее как прокомментировал Он благодаря ей Сознал свою философию Понимаете То есть Свою психологию Его упрекали В том что Меня это упрекает В том что Я наделил человека душой Не я Сам Господь Бог Наделил И так далее Так вот Были службы У нас Жрецы Те же попы Понимаете Которые Помогали Душе Сориентироваться Когда Одесса умер Звездочкой Ему присобачили К этому К надробью А я смотрю Он заметался Не знаю куда идти И тогда И Олегу пришло Племяннику Что Нужно крестик Он крещёный Ну к звезде Еще крестик Мы Потом приделали На могиле За 40 дней До А Знак на могиле Через него тоже Можно уйти Понимаете В нужном управлении Понимаете Тогда придут И заберут Поняли Да Как мы Говорили С этим Доктором Капустина Доктором Капустина Легивед Я стал Говорить Мой символ Он говорит Да я же всем Пытаюсь Доказать Что символы Правят миром Понимаете Символ Полумесяц Скорее Там Свастик Это все Неслучайно Это все Знаки Которые дают Определенную связь И когда крестик Был сделан На могиле В общем-то Даже Дедушка Обрадовался Дедушка Нашел путь У него Уже был выбор Между идти В коммунистический Грегор И христианский Грегор Он пошел В христианский Грегор Он был крещён Вот Понимаете И Сейчас Получается Что Почему Идет Ворождение Да потому Что С одной Стороны У христианцев Нет Учения Реинкарнации Если Человек Умер То душа Уходит И не Возвращается Поняли С другой стороны С другой стороны Нет Службы Которые Обеспечили бы Души людей Умерших людей Возможностью Хоть куда-то прийти И огромное количество Людей Просто Скажите Эти душ Они просто Прилипают К месту Где они умерли И там остаются Есть одно местечко Где-то В Нагорской области Лес Там полегло Где-то 30-40 тысяч Наших солдат Туда люди До чего боятся ходить Потому что Ходят Солдаты Силуэты В ушанках Там С автоматами Люди Их не видят Они боятся Они там Припредели При этом месту И они могут Там пребывать Тысячу лет Помните Как Понти Пилат Он тысячу лет Сидел там Думал Помните Он не мог Уйти Ими в света И вот так Они могут Из-за того Что мы стали Очень умными И что мы Благодаря прогрессу Поняли Что нет Ни души Ни бога Ни вечности Ничего нет Благодаря этому Души Сейчас не могут Переождаться И поэтому И это тотальное Врождение В Европе В России А там Где извините меня Есть бог Есть душа Есть вечности Это Китай Это Индия Понимаете Там все нормально Там Демографический Взрыв Там люди Живут Рождаются Только в нашем Цивилизованном Продвинутом Мире В общем-то Идет Ворождение Мне очень нравится Как Гордон Сказал По поводу Европы Чему можно Научиться У народов Утративших Репродуктивные Функции Ну вот Просто вопрос Да Если вы такие Продвинутые Почему Вы вырождаетесь Какие дела Так вот Есть способ Направить душу Человек Без помощи костра Но с костром лучше Отпевание Это же есть Да Отпевание Это направление Души Христианина Христианских Грагов У них есть Это служба Понимаете У них есть Пришли коммуняки Раньше Хотя бы Ну сейчас Очень мало Кто-то использует В общем-то Ну да Направление души Покойника Вот В ту Тот эгрегор Которого он Исповедовал Понимаете У христиан Как У них есть Туда Обратно Ничего Нет Обратно Пути нет То есть Душа Душа Уходит Но не возвращается Потому что Нет И учения Реинкарнации Одна Жизнь У человека По христианским Меркам Поэтому Идет Ворождение Понимаете А в коммунизме Вообще Все коммунисты По крайней мере Деревни отпевали А? Все коммунисты В деревне Отпевали У меня Не, ну я Я же тоже Из деревни И отпевали Единиц Не знаю Вот у вас Так было Деревни В общем-то А у нас Там была Одна церковь Всю кругу Вот Вот И вот Сколько Мы хоронили Сколько На похоронах Там мы бывали В общем Так сказать Ну где-то Может быть Процентов Десять Отпевалась Отпевалась Отпевалась